МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восемь вечера. Пора вам узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нетрадиционное парламентское. Как депутаты, скрипя зубами, Европу удовлетворяли. Тюремный бунт. Охранники и заключенные Днепропетровского СИЗО выясняют отношения. Одеться с чужого плеча. Почему украинцы снова пошли в секонд-хенды? И Европу ублажить, и ценности не попрать. Верховная Рада внесла в Трудовой кодекс поправку о запрете дискриминации. Напомнит одно из условий Евросоюза, необходимое для введения безвизового режима. В зал этот вопрос выносят третий раз. Сегодня снова голосовали. Попытка за попыткой. Как нардепы выдавливали из себя совок? Екатерина Лысенко подробнее. Последний парламентский шаг к Европе безвиз. Нардепы вернулись к условию Евросоюза изменить Трудовой кодекс. Внести правку о запрете дискриминации. В перечне признаков и гендерная идентичность, и инвалидность, и сексуальная ориентация. Но, очевидно, последняя строка смущает нардепов. Шесть раз к ряду правку проваливают. 15 минут перерыва затянулись на полчаса в куларах. Одни объясняют, почему правку нужно принять, другие – почему нет. Но перерыв пошел на пользу. Как только нардепы вернулись в зал, сразу же изменили Трудовой кодекс, выполнив условия Европы. Далее, с повесткой дня, нардепы решают разбираться без перерыва. Увольняют более 200 судей. Кого по собственному желанию, кого из-за нарушения присяги. Тут же создают Государственное бюро расследований. Орган, который вместо СБУ и Генпрокуратуры будет заниматься исключительно делами против высших чиновников. Следующие будут проходить конкурсы, как это и выписано в законе, переатестацию. Есть следующие в главном следственном управлении прокуратуры Генеральной. Они, конечно же, будут проходить переатестацию. Там не все плохие. Директора бюро расследований будет назначать президент с подачи премьера. А ему кандидатуру представит комиссия, созданная в том числе из нардепов и только после конкурса. Именно этот вопрос назначения долго не могли согласовать в стенах парламента. Согласовали, проголосовали. Еще одно немаловажное голосование нардепы заставили антимонопольный комитет отчитываться о своей работе в интернете. Но вот до чего депутаты не дошли, так это к закону о снижении ренты на добычу газа. Как уверяют авторы, документ приведет к снижению тарифов. Но вчера, после заседания комитета в законопроекте появилась справка, разделившая фракции. Между нами и урядом была достигнута договоренность про компромисс, который заключается в том, что рентные платежи государственной компании «Укргазовое добивание» уменьшаются поэтапно не через два года, а сразу первого квитня следующего года. Просят оттерминовать это. Это не решение вопроса. Это приведет только до одного, до дальнейшей процедуры банкротства государственной газовой добивательной компании. Поэтому намного лучше, чем просто провалить решение, еще раз провести консультации. Там идут игры внутри правящей коалиции, кто из них оседлает эту тему в плане пиара. Но на самом деле они все голосовали за это увеличение ренты, они все голосовали за этот тариф. Сегодня, когда поняли, что кому-то надо отвечать, решили друг на друга сваливать вину. Нам все равно, нам не нужны эти политические игры. Нам главное, чтобы была снижена стоимость газа для потребителей. Это критически важно, поскольку людям просто нечем платить. Поэтому мы будем голосовать за снижение. Ренту отложили до следующей парламентской недели. А на вечернем заседании рассматривали в основном экономические законы. Рада поддержала моратории на проверку бизнеса. Правда, пока только в первом чтении. Екатерина Лысенко, Ольга Рысарь, Евгений Каминский, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. Прощанием с дискриминационным прошлым назвал президент поддержку депутатами поправки к Трудовому кодексу. Во время встречи с меценатом Джорджем Соросом Петр Порошенко заявил, голосование по так называемому безвизовому пакету подтверждает европейские ценности Украины. Сегодня украинский парламент схвалил изменения по трудовому законодательству в частности недискриминации. На мою думку, это стало настоящим водоразделом формирования европейского обличия новой Украины и подтверждением проевропейского формирования новой проевропейской украинской ментальности. Еще о ценностях, но уже материальных, их станет меньше у сына беглого президента. Арестована еще часть денег на счетах Александра Януковича. На этот раз 3 миллиарда гривен из всеукраинского банка развития. Он принадлежит Януковичу-младшему. Арест на средства наложили в рамках расследования дела по фактам незаконного кредитования этим банком региональных железных дорог. По тому же делу арестованы счета и подельников сына беглого президента. Известно, что это 32 персоны. Но ни фамилии, ни суммы не называются. Напомню, неделю назад на счетах того же банка арестовали 113 миллионов долларов, в июле 110 миллионов гривен. Это деньги компании, учредителем которой тоже является Александр Янукович. Но вот удастся ли конфисковать все эти активы в пользу Украины, теперь будет решать суд. Приютившая же проворовавшихся беглецов Россия готовит против Украины новую провокацию международного масштаба. Ни много ни мало обвинения в геноциде. Россияне хотят получить повод для обращения в международный ГАГский трибунал, дискредитировать Украину в глазах международной общественности и найти лазейку для выхода из минских договоренностей. Обо всем этом заявил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. Выготовляются документальные материалы про нібито знищение украинскими войсковыми. Близко 400 будинків та 500 людей, зокрема жінок, дітей та осіб похилого віку. Села Сокільники Слов'яно-Сербського району Луганської області, які постраждали від рук бойовиків та российских військ у ході бойових дій. А какими темпами Україна отгораживается от России? Уже более полугода, как в Харьковской области, начали возводить стену на границе с оккупантом. На весь проект обещано 4 млрд гривен, в этом году на неё ушли уже сотни миллионов. И что в результате? Деньги просто зарыли в землю или всё-таки защитили границу? Что выросло на кордоне с Россией, проверяла Лидия Калинина. Вон же забор Мантули, щоб враг не прийшел. С утра до вечора брезпункта пропуска Гоптовка на границі Харьковской і Белгородської областей – суета. Така активність здесь с лето, коли поступило финансировання. Закончить надеяться к Новому году. Вот только проект с громким названием «Стена» – это ров, несколько вышек і забор с колючей проволокою. Да і то далеко не везде. Ну, приклад – це ділянки, які знаходяться близько від населенних пунктів, де часто ходять місцеві мешканці. Ділянки, які пролягають до залізниці. Главное заградительное сооруження – траншея вдоль всього кордона. Но, как выяснилось, не такое уже так і непреодолимое препятствие. Чтобы попасть из России в Україну, нужно преодолеть двухметровый ров, а после забраться на высокий змельяной вал. Задача сложная, но при желании выполнимая. Пограничники уже ловили здесь контрабандистов с верёвками і лестницами. На всё это – забор, ров, вышки і дорогу – планирують потратить ни много ни мало – почти полмиллиарда гривен. Но волонтёры уверены – обойтись можна і меньшей суммой. Например, год назад, коли работы на границе только начинались, вони предлагали минимизувати затраты. І за свои деньги отправили на кордон один траншейний екскаватор. По хорошим дням мы прорывали траншеи порядка трёхсот метров. Ну, этот екскаватор жил, причём это всего был один тракторист-оператор. Передали на баланс пограничникам. Первое время, да, он поработал. Ну, и всё, на этом всё закончилось. Сейчас машина стоит на задворках приграничного пункта пропуска Гоптовка. Вместе с государственным финансированием появились и условия. Теперь на границе работают только свои, серьёзные подрядчики. И никаких волонтёрских экскаваторов или самих волонтёров. В том формате, в котором сейчас реализуется проект «Стена», он неэффективен для предотвращения полномасштабного вторжения. Активисты говорят контрабандистам, такая стена, возможно, и создаст проблемы. А вот потенциальную атаку противника ров и сетка не остановят, если только вдоль всей границы не выстроились войска. Но сейчас усиленной охраны мы не заметили. И даже на опорных пунктах, которые для армии строили волонтёры, зачастую не видно ни души. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область. Пока государство латает границу, граждане вынуждены латать дыры в карманах. В прямом смысле слова. Холода на носу. И сколько стоит, к примеру, зимняя одежда для ребёнка? Елена Зорина изучила ценники и расскажет, почему обновки нынче роскошь. Наряду с продуктами в Украине дорожает и одежда. К примеру, ценники на детскую в этом году по сравнению с прошлым увеличились процентов на 40. И теперь, чтобы одеть ребёнка на зиму, одной зарплаты вряд ли хватит. Руслан и Наталья со своими двухлетними сыновьями выбирают зимнюю обувь. А маленьким Коле и Мише нужны ещё куртки, шапки, штаны и свитера. Отец семейства подсчитал, чтобы сразу одеть двойняшек на зиму, нужно две его зарплаты. И это если не есть и не пить. На одну дитину где-то от 50 до 8 тысяч. За всей семьей скидаем и с семейством всем. Дедусы, бабусы, все помогают. Продавцы в магазине признаются, цены действительно кусаются. Есть 250-350 гривен примерно шапочка будет стоить. Курточки тоже разная ценовая категория. Есть 700, 600, 800 тысяч гривен курточка примерно на зиму. Термокомбинезончики тоже разная цена. Есть от 1200 и до где-то 2000-2500. Ещё 1000 гривен на гольфик, свитеры, тёплые штаны. А вещи ребёнок носит максимум два сезона. Поэтому, говорят, продавцы родители выкручиваются как могут. За модой уже мало кто гоняется. Сейчас больше, конечно, люди смотрят распродажи, либо прошлые цены. Могут родители отказать себе или в чём-то ограничить в виде в себе в покупках. В игрушках для детей на данный момент. Но одежда, как и была, в принципе, особенно в холодную пору года, на первом месте, и она так и остаётся. Немало денег придётся выложить за обувь. Ботинок порядка тысячи гривен, сапог полторы. В этом году, если у нас уже как бы цена фиксированная, она меняться не будет. Но я думаю, что если это весна, курс доллара тоже, конечно же, влияет. У своей подружки мы приобрели для девочки наши вот такой костюм. Мы его купили всего за 200 гривен. Это костюм старшего, который носить будет вот этот средненький. Наталья знает, как экономить. Научилась ей с мужем нужно одевать троих. Вещами меняется с такими, как сама многодетными мамами или находит в интернете. Сайты объявлений часто посещаем. Но если повезёт, можно в два минимум раза сэкономить. Но даже так половина семейного бюджета уходит на детскую одежду. Эксперты называют подорожание рекордным и считают это не предел. 85-90% мы зависимы, импортозависимы. А если мы импортозависимы, соответственно, у нас всё стартует от курса доллара. У нас такого не было, даже если сравнивать с первым кризисом, скажем так, 8-9 года. То есть, в принципе, падение промышленности были ценовой. Но действительно такого резкого, скажем так, у нас действительно мы не наблюдали. Уже весной прогнозируют очередной виток роста цен. И не исключают, что скоро украинцы забудут о модных магазинах и, как когда-то, вспомнят о комиссионках. Елена Зорина, Сергей Килимник. Подробности телеканал Интер. В Сумской области пограничники отдела «Новая Слобода» задержали автомобиль, в котором с территории России пытались контрабандой ввести 170 килограммов пороха. За рулём «Фольксвагена» был 33-летний житель Сумской области. При осмотре в багажнике обнаружили коробки, в которых и находились пластиковые ёмкости с порохом для нарезного оружия. Автомобиль с грузом передан сотрудникам полиции. Информация о попытке ввоза пороха направлена в СБУ. Большое украинское выселение. Кремль намерен до конца года закрыть российские пункты временного размещения беженцев с востока Украины. Что грозит почти миллиону их обитателей. Подробнее о массовой братской высылке Данил Русаков. Все временные пункты размещения украинских граждан на территории России будут закрыты до 31 декабря. Палаточные городки разбивали в основном на территории Ростовской и Белгородской области. Часть граждан селили на севере в Мурманске. По разным сведениям сейчас в федерации прибывает около 1 миллиона выходцев с востока Украины. Такие данные озвучивают федеральной миграционной службе. Напомню, что накануне московская администрация вела новые требования для тех, кто сюда приехал. До конца ноября люди должны определиться со своим статусом. В противном случае их ожидает депортация. Они утверждали, что сейчас Россия аннексирует Украину и украинцев примет свое любящее объятие. Ну только не надо верить Владимиру Владимировичу. Не надо верить в те формальные слова, которые он говорит. Потому что будучи самым продуктом пиара, он может говорить какие угодно слова. Пока остается неясным и будущее тех, кто проживает в пунктах временного размещения. Теоретически многие из них подпадают под новые миграционные правила. Облетит ли мировые информационные агентства картинка массовых выселений? Сейчас, пожалуй, самый пикантный вопрос. Как и то, примутся ли местные сотрудники силовых структур активно способствовать выезду тех, кто откажется покидать так называемые пункты временного размещения? Данил Русаков и Виталий Коваленко. Московское бюро. Телеканал Интер. Ночь в зоне АТО. Вылазки диверсантов. Обстрелы и провокации. В ночном рейде с нашими военными побывал Станислав Кухарчук. Его материал с передовой. С наступлением ночи наши военные переходят на усиленный режим дежурства. Мы напросились провести эту ночь вместе с ними. Девять вечера. Объезжаем блокпосты вдоль Гранитного. В поселке темно. На прошлой неделе боевики отрезали его от энергоснабжения. И сразу после этого здесь возобновились вражеские обстрелы. Конечно, немножко неприятно их. Дрожь есть. Но, в принципе, это хорошо, когда она есть. Потому что, когда ее нет, это намного хуже. Тогда, значит, человек полностью расслабился и не воспринимает реальность. Юрий сматривается в прицел ночного видения. Позиции на расстоянии выстрела снайперской винтовки. На носопредельной стороне движения нет. Вчера было там на мосту. Сегодня нет. Тогда мы знали, когда. Ну, там, утром, вечером. А сейчас непонятно, когда оно прилетит. Тишина ночи здесь бывает редко. Бойцы, свободные от дежурства, пытаются использовать ее с пользой. Ну, вот у землянки. Пытаемся себя вести максимально тихо, чтобы не распустить парней. Они отсыпаются перед ночной пересменкой. И ребятам дежурить до самого утра. Ближе к рассвету на сопредельной стороне слышны редкие автоматные очереди. Оказалось, это боевики воюют между собой. Что у них там происходит? В основном провокации, что пытаются вызвать огонь с нашей стороны. Чтобы потом товарищ Лавров в устерике орал, что мы нарушаем минские договоренности. Тишина сохранялась почти всю ночь, но утром военные замечают пропажу. С электроопоры на сопредельной стороне исчез украинский флаг, установленный нашими саперами. Долго стоял? Стоял больше, чем полгода. Они все время поднялся передали? Да, они что пытались бить, не получалось. И не хватает это видать или уже... И вдруг около полудня выстрелы. Но уже с нашей стороны. Неподалеку от линии разграничения военные обустроили небольшой полигон для тренировок. Ведь одна ночь тишины еще не означает, что война закончилась. Станислав Кухачук, Игорь Сули, Александр Ковтун. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. Правоохранительные органы обеспечат порядок во время выборов в Мариуполе и Красноармейске 29 ноября. Об этом заявили в МВД. В то же время предупредили. В крупных городах во втором туре местных выборов, они пройдут, напомню, 15 ноября, возможны провокации. В зоне особого внимания Днепропетровск, Луцк, Житомир, Ивано-Франковск, Белая Церковь, Кировоград и Хмельницкий. Мы створюем дополнительные силы, быстрого реагирования, то есть следы оперативной группы, но и в выбухотехнике будут работать группы документов, такие и другие. То есть в тех местах, которые я назвал, мы дополнительные силы подтягиваем для того, чтобы принимать ситуацию, чтобы не было выбуха небезопасной именно в день выборов. Теперь о послевыборных пассианцах. Одесский областной совет сегодня на первой сессии депутаты избрали председателя. Кто им стал и как теперь может кардинально измениться расклад сил в местном политикуме, далее в сюжете наших корреспондентов. Новоизбранные депутаты Одесского облсовета собираются на первую сессию. Наибольшее число мандатов 23 у оппозиционного блока, на один меньше у блока Петра Порошенко солидарность. Именно эти две силы и выдвинули своих кандидатов на должность председателя. Николая Скорика и Анатолия Урбанского соответственно. В результате тайного голосования победил Урбанский. У него 55 голосов. У Скорика 27. Хочу поблагодарить за доверие, которое вы оказали мне. В оппозиционном блоке таким результатом, естественно, недовольны. Но еще больше поражены практически двукратным разрывом в количестве голосов. Выходит, что их партнеры из других фракций попросту их предали. Такие партии, как доверять делам, как наш край, которые позиционировались как вроде бы оппозиционные. И мы, не буду скрывать, вели там какие-то переговоры о том, что мы единая сила, потому что у нас были сходные предвыборные обещания и так далее. И результаты показали, что это все вранье, все обман избирателей. Он двигается каждый сам по себе. В завершение оппозиционному блоку депутаты не дали возглавить ни одной из 15 постоянных комиссий облсовета. И это при том, что у партии более четверти кресел в собрании. В знак протеста фракция в полном составе покинула зал. По словам Николая Скорика, после сегодняшних событий его политсила переходит в жесткую оппозицию и в городском, и в областном советах. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер Одесса. В оппозиционном блоке уверены, и сегодняшние события в Одессе, и предыдущие в Харькове, где политсилу не пускали на выборы и другие, свидетельствуют о давлении и системном преследовании. Вот что заявил один из литеров оппозиционного блока Сергей Левочкин. То, что сегодня происходит атака на депутатов от оппозиционного блока, на наших представителей в регионах, свидетельствует только об одном. Что оппозиционный блок – это единственная оппозиционная политическая сила, и что власть боится оппозиционного блока. Боится того, что у нас растет поддержка, и поэтому с нами идет борьба. О двух шпионских скандалах в Норвегии и Германии во второй части нашей программы, кроме того, вы увидите. Круговая порука белых халатов. Как ривненских врачей пожурили за смерть пятилетнего ребенка. Блокада магистрали. Что довело жителей села под Одессой до перекрытия трассы? В постели с врагом. Какими методами не брезгует российская разведка? В Питерском райсуде Киева снова решали, что делать с радикалом Игорем Масичуком. Оставить под стражей еще на два месяца или выпустить из СИЗО под поручительство нардепов. Чем закончилось заседание, знает Ирина Романова. С утра в Печерском райсуде собираются коллеги Масичука по парламенту, адвокаты и прокуроры. Обвинение объясняет. В воскресенье истекает срок содержания подозреваемого под стражей. Нужно немедленно его продлевать. Внесено до суду клопотание про продолжение сроку отримания под вартою. Еще на два месяца. Самого Масичука в суде нет. Как и вчера, с ним обещают видеосвязь. Но налазить сразу не могут. Судья объявляет перерыв на полтора часа. К 11 часам, когда наконец появляется картинка из СИЗО, группа поддержки Масичука в зале рядеет. Нардепы уходят на заседание парламента. Пока ждут судью, подозреваемый времени не теряет. Экспертизой, что указывается, что через состояние собрания и видео, которое демонстрировал пан Жокин в Верховной Раде, не можно идентифицировать Масичук там был, Петро, Сидоров, Чиеванов. Он говорит не полностью правду. Там написано по некоторых кадрах, не возможно установить, а лишь по некоторых установлен конкретную особу, которая брала деньги. Экспертиза проведена, что никаких порезов нет на ней, и что там установлено конкретно, что там Масичук. Но как только заседание начинается, паузу уже просит защита нардепа. Хотят отвода прокурора наливайка. Судья отказывает. Ближе к обеду перерыв просит Масичук. Ему срочно нужно пообедать и сделать укол. Меня считает специалист. Я прошу. В заседании оглашается перерыва на годину, правильно? После обеда защита подозреваемого и сам Масичук заявляют о новом ходатайстве. Я хочу заявить ответ прокурору Сокину Виктору Михайловичу. Он имеет личные неприязные отношения с ним. И снова перерыв. Судья отклоняет и это прошение. В 7 вечера заседание еще продолжается. Определиться с мерой пресечения Масичук у суд должен до 15 ноября. Ирина Романова, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Восстание в Робах. В следственном изоляторе Днепропетровска разгорелся бунт. За что в буквальном смысле проливают кровь осужденные? И есть ли в этом вина руководства СИЗО? Разбиралась Наталья Грищенко. Эта женщина у стен СИЗО с самого утра. Здесь ее муж попал за грабеж. Вчера на телефон Натальи поступил странный звонок. Утром мне позвонили по какому-то телефону, я не знаю, этого номера. И сказали, что у нас здесь беспредел. Люди в масках забежали, значит, ругаются, бьют. Нам удалось дозвониться мужу Натальи. Оказывается, даже в камере есть телефон. По его словам, плановый обыск, который вчера проводили сотрудники СИЗО, сопровождался побоями. И не только. Скольких осужденных избили, мужчина не знает. Говорит, слышал только крики. Эта женщина-правозащитница показывает фото следов побоев, которые ей прислал другой осужденный. Есть телесные повреждения, которые подтверждают фотографии, которые мне были присланы на телефон. Это видео появилось сегодня в интернете. Двое осужденных из того самого СИЗО на камеру вскрывают себе вены. Рядом еще трое. Их руки то ли в порезах, то ли просто запачканы кровью. Не разобрать. Давай, приставай, давай, Виталя. Показывай. Вот вскрылись. Порезались, потому что нас бьют. Осужденные в кадре говорят, вены после вчерашнего обыска вскрыли себе до 20 человек. Ни на видео, ни на фото присланных родственникам из СИЗО этого, правда, не видно. В пенитенциарной службе подтверждают, инцидент был, но всего с тремя осужденными и по другой причине. Трое из 20 содержащихся в камере осужденных совершили акты демонстративного членовредительства. Для того, чтобы повлиять на смягчение режима содержания. Руководство СИЗО поспешило заявить, охранники при обыске осужденных не били. Так ли это, выяснит прокуратура, которая уже начала проверку в следственном изоляторе. Наталья Грищенко, Евгений Куденцов, подробности, телеканал Интер, Днепропетровск. Заложниками сельского противостояния сегодня стали водители, застрявшие на трассе Киев-Одесса. Жители Преображенки блокировали дорогу. Чем возмущены люди, выяснял Андрей Анастасов. Пошли на радикальные меры. Жители Преображенки отважились перекрыть одну из крупнейших автодорог страны. Движение на трассе Киев-Одесса полчаса было заблокировано. Возникла пробка. Разгоняйте, давай, что это такое? Люди говорят, нет больше сил терпеть бесчинство местного фермера Николая Захарьева. Мол, забрал себе водонапорную башню, выставил собственные тарифы, несогласным воду. Отключает, угрожает. Одним 10 рублей, а одним 150 гривен. Он ведет себя как хозяин, все и властно, все и скоро кислород нам закроет, и все. Ситуацию пытается урегулировать новоназначенный глава районной администрации. Рассказывает, у него была договоренность с фермером не идти на конфликт с селянами, но тот ее нарушил. Вас не чуют там, не только нас. Вместе с людьми чиновник отправляется в Преображенку искать фермера. Вот шикарный дом предпринимателя, вот та самая башня, но Захарьева на месте нет. По телефону же бизнесмен признает. Действительно, воду перекрывает и вообще не обязан предоставлять ее селянам. Вы забетонували ему трубу? Да, перекрыли мы ему воду. Дальше больше. Оказывается, у фермера вообще нет лицензии на водоснабжение. Сельский голова, которая на этой должности уже 10 лет, невозмутима. Дескать, ну и что, что трубу перекрыли? Ведь артезианские скважины есть в каждом дворе. Я не понимаю, чего им перекрывать, потому что им нет, что делать. Вода у них в земле. Жители Преображенки утверждают, это неправда. Сельский голова просто уже давно в одной упряжке с фермером. А истинная причина в том, что люди, желая самостоятельности, выходят из фермерского хозяйства и забирают земельные паи у бизнесмена. Вот он и мстит. В апреле месяце приехали и отрезали воду. Чиновникам теперь предстоит выяснить, почему в селе сложилась просто революционная ситуация. И как так получилось, что у частного предпринимателя феодальная монополия на водоснабжение? Люди предупредили, готовы в любой момент опять перекрыть трассу. И так до тех пор, пока их проблему не решат. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Врачебный скандал. В Ривненской областной детской больнице умер пятилетний ребенок. В том, что произошло, родители обвиняют дежурного врача. Он якобы не оказал помощь малышу. Так ли это, сейчас выясняет спецкомиссия. И вот в руки журналистов попала аудиозапись собрания медиков. Они обсуждают ЧП и пытаются помочь дежурному врачу избежать наказания. Сейчас вы послушаете фрагмент. Предположительно общаются главврач больницы, его зам и другие члены комиссии. Интересно, что врач, который дежурил в ту ночь, заведующий отделением, его отец бывший главврач детской областной, а мать замначальника управления здравоохранения по материнству и детству. Мы проводим собственное расследование этой истории. Увидеть материал вы сможете в нашем эфире уже завтра. Укрбурштин остается в собственности государства. Процедура банкротства приостановлена. Такое решение принял сегодня апелляционный хозсуд в Ривненской области. Управлять компанией и дальше будут менеджеры, назначенные Минэкономразвитием. Руководство Укрбурштина обещает новые рабочие места и прозрачную работу. Кредиторы же продолжают уверять, с ними не рассчитались и требуют продолжить процедуру банкротства. Ведь в этом случае они могут спокойно управлять предприятием. Еще одно предприятие на грани банкротства. В таком состоянии находится Южмаш. Вот уже несколько месяцев. Задолженность по зарплате растет, нет госзаказов и долгосрочных кредитов. Крупные проекты с Бразилии и США свернуты. Рабочие не раз выходили на акции, обращались к властям, но все безрезультатно. А сегодня стало известно, что несколько цехов предприятий и конструкторского бюро хотят передать харьковскому предприятию «Коммунар». Об этом сообщил народный депутат Александр Вилкул. Делается это для того, чтобы выгнать на улицу больше 90% трудового коллектива. А сегодняшнее руководство предприятия вступило в сговор с рейдерской группировкой, которая рвется к власти в Днепропетровске для того, чтобы украсть и всю социальную сферу предприятия. Это и водоспортивная база на Комсомольском острове, и метеоры, и ДК, и земля в центре города. И просто развалить нашу ракетно-космическую отрасль. Сегодня заканчивается процесс так называемой верификации отвода вооружений с линии фронта. Я разъясню. Это означает, что международные наблюдатели проверяют, находятся ли танки и артиллерия в 15-километровой зоне от линии фронта на Донбассе. Однако, ситуация настолько обострилась, что накануне даже президент отдал войскам приказ стрелять на поражение в случае угрозы для жизни бойца. И вот реакция военных с передовой далее в сюжете. Боец по зовным бус рассказывает об обстоятельствах недавнего боя возле украинских окопов на поступах оккупированной Горловки. Они вот сюда зашли, буквально 100 метров, открыли с автомата огонь. По нашему, вернее, разведанному. У них 4,02. Тела мы не нашли, но следы крови обнаружили. Чтобы забрать своих убитых и раненых, по свидетельству наших бойцов, боевики вновь использовали якобы отведенные минометы. Продвигались вперед к позиции, вели огонь, там обходили, ну нифига у них не получилось. Естественно. Вот. Также были замечены разрывы минометов, где-то восьмидесятки. Разрывов там уже не считали, потому что дофига, потому что они ответ получили очень не кислый. Разрешение от командования на открытие огня, по словам наших военных, ждали минут 20. Пока стрелкового вооружения, что осталось после отвода по Минским соглашениям, оказалось достаточно для отражения вражеской атаки. Бой длился несколько часов. Украинским военным и так приходилось открывать огонь на протяжении перемирия. Но теперь уже количество нарушений со стороны боевиков настолько очевидно, что с этим разрешением они будут чувствовать себя в окопах хоть немного увереннее. Речь идет о приказе, озвученном накануне президентом, о разрешении на открытие огня на поражение украинскими военными в случае опасности для их жизни. Из указанного в Минских соглашениях стрелкового вооружения. Это прекрасно, что я могу защищать жизнь свою и своих товарищей. Я очень люблю сепаратистов, хочу им ответить взаимностью. Но ответить не тем же, чем они нам. По информации штаба АТО, нововведение сейчас объясняется руководителям подразделений. Это очень тонкая грань между обстрелом позиции и провокационным обстрелом. Это очень тонкая грань, скажем так, не очень легко вызначити. И, при этом, сейчас, если будет такая возможность, например, колометная точка, и можно будет подавить сейчас. Если раньше они вели по нам огонь, скажем так, неприцельный, наши должны были спостерегаться. Ящики с патронами пока остаются опечатанными в окопах. Сегодня ночью и днем, к счастью, на украинских позициях под Горловкой было тихо. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Анатолий Воробей. Подробности телеканала Интер из Донецкой области. Исламское государство угрожает пролить океаны крови в России. Террористы опубликовали ролик на русском, в котором заявили, уже в ближайшее время страну захлестнут массовые атаки. Ранее ИГИЛ призвал всех исламистов к джихаду против России и США. Из-за их атак на территории Сирии. Бомбардировка аэропорта в Дамаске. Авиасообщение Сирии даже было прервано на некоторое время. Дамаск во всем успел обвинить Израиль, но его руководство, как всегда, отмолчалось. Сергей Ауслендер разбирался, кто кого и зачем бомбил. На видео, которое распространили сирийские медиа, сильнейшие взрывы в аэропорту Дамаска. Причем очевидцы сообщают и о повторных взрывах. Видимо, на земле после авиаударов что-то очень сильно сдетонировало. Есть погибшие и раненые. Неопознанные самолеты не встретили никакого сопротивления. Они подошли на малой высоте. Видимо, избегая радаров, нанесли удары и скрылись. Сирийская пресса утверждает, что есть сведения, что это были израильские ВВС, которые уничтожили крупную партию тяжелого оружия, доставленного из Ирана. Предназначалась она для террористического движения Хизбалла. Российские самолеты, которые действуют в Сирии, для перехвата не поднимались. Вообще никакой реакции со стороны Москвы на эту акцию не последовало. Вероятно, это объясняется сильным превосходством израильских ВВС. Я не думаю, что российская сторона сегодня заинтересована в эскалации конфликта, тем более с нами, по нескольким причинам. И по геополитическим причинам, потому что это не в ее интересах. И в ее интересах, в первую очередь, удержать Асада у власти. И по стратегическим причинам, потому что группировка, которая находится в Сирии, не представляет для нас существенной угрозы. Ни по количеству, ни по качеству техники и самолетов. Не представляет существенной угрозы. Это еще очень мягко сказано. Только в подразделениях первой линии у Израиля около 400 самолетов. Это те, которые могут взлететь в течение получаса. В резерве еще больше. Во всей российской группировке едва насчитывается 30 машин. Причем большая часть это штурмовики и бомбардировщики. Но понятно, что никто здесь воевать с россиянами не хочет. Израиль лишь обозначил две четкие красные линии, пересечение которых будет означать немедленный и жесткий ответ со стороны еврейского государства. Первое. Любое орудие, которое выстрелит в сторону Израиля, будет уничтожено. Второе. Оружие не должно попадать к террористам. И сегодня весь мир увидел, что бывает, когда эти красные линии все же пересекают. Сирия отреагировала на бомбардировку очень вяло. Хотя обычно в таких случаях всегда грозит Израилю серьезным возмездием. Теперь же официальный Дамаск только заявил, что такие бомбежки лишь играют на руку террориста. Сергей Услендер. Подробности телеканал Интер. Израиль. Министерство обороны США призывает американские власти вести более жесткую политику в отношении России. В Пентагоне предупреждают. Вашингтону следует готовиться к серьезному противостоянию с Москвой. Однако, как отмечают американские журналисты, Белый дом идти на конфронтацию с Кремлем опасается. Продолжит тему наш корреспондент США Тихон Зятко. Министр обороны США Эштон Картер бьет тревогу. Он называет две основные угрозы для Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе. Это усиливающаяся Россия и Китай. И к противостоянию как раз с ними Вашингтону следует готовиться. Как пишет журналист авторитетного издания Bloomberg Джош Роджин, на недавнем форуме национальной обороны имени Рейгана заместитель Картера Роберт Уорг представил новую стратегию национальной обороны. В ее основе лежит разработка новых приемов ведения войны, которые позволят Соединенным Штатам ограничивать усиление Москвы и Пекина. Bloomberg отмечает, Пентагон ждет более активных действий от администрации по противостоянию России и Китаю. Однако Белый дом к этому не готов. Администрация США действует с опаской и с опозданием. Хотя глава американского оборонного ведомства неоднократно говорил, доверять Москве нельзя и указывал на оккупацию Украины и действия России в Сирии. Впрочем, в Белом доме, похоже, не оставляют надежд найти общий язык с Москвой. Одно из свидетельств этому переговоры по сирийскому кризису в Вене, которые открываются сегодня и центральные роли в которых у глав внешнеполитических ведомств России и США. Говорить будут о политическом будущем Сирии. Хотя продуктивность этого разговора вызывает большие сомнения, ведь взгляды Москвы и Вашингтона на будущее Сирии известны, они абсолютно противоположны. Потому позиция Пентагона выглядит более убедительной. Тихон Дедко, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Водка, женщины, шпионы. Такие методы применяют российские спецслужбы в Европе. Норвегия беспокоена тем, как агенты добывают информацию у высокопоставленных чиновников. Подробнее и о методах, и о чиновниках попавшихся наш корреспондент Оксана Кундеренко. Шантаж в лучших традициях холодной войны. Норвежских политиков вербовали старым проверенным способом наживца. Алкоголь, горячие объятия, компромат. И предложение пошпионить. Некоторые чиновники сами пришли с повинной, других вызвали на ковер в норвежские органы госбезопасности из-за слишком тесных отношений с сотрудниками российского посольства. Возможно, вы были с женщиной, возможно, вы перебрали с алкоголем. И если есть документальное свидетельство компрометирующей ситуации, она может быть использована против вас. Казалось бы, все это больше похоже на сценарий плохого детектива, но противостояние России и Норвегии отнюдь не киношное. В водах Арктики то и дело появляются непрошенные российские суда и субмарины, а военные самолеты нарушают воздушное пространство. По норвежскому телевидению сейчас с большим успехом идет новый сериал «Оккупированные». О том, как Россия сначала по-тихому прибрала к рукам нефтедобывающие платформы, потом подняла силовые структуры и сформировала марионеточное правительство. Вымысел, но так ли уж он далек от реальности, например, крымской. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Новый виток шпионского скандала и в Германии. Зачем немецкая разведка следила за министром иностранных дел Франции? И что теперь грозит руководителю разведслужбы? Подробнее Татьяна Лагунова. Федеральная разведывательная служба Германии снова под шквалом критики и снова из-за шпионского скандала. Немецкие СМИ обнародовали новый перечень тех, кто стал объектом слежки. Международный уголовный суд в Гааге, Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ. Это далеко не полный список организаций, информацию о работе которых собирала немецкая разведка. Шпионили и за высокопоставленными европейскими дипломатами. Следили по данным СМИ даже за нынешним министром иностранных дел Франции, Лораном Фабиусом. Но самый большой резонанс вызвало другое имя, Ханс Йорк Хаббер. В прошлом глава миссии Евросоюза в Грузии, сейчас миссии в Турции. Дело в том, что этот дипломат гражданин Германии, а Конституция запрещает федеральной разведывательной службе устанавливать слежку за гражданами страны. Новые обвинения в адрес разведки уже стали темой обсуждения специальной комиссии Бундестага, которая занимается шпионским скандалом. Прийти и ответить на вопросы депутаты пригласили и руководителя разведслужбы Герхарда Шиндлера. Подтвердил он или опроверг опубликованную в СМИ информацию, впрочем, пока неизвестно. Заседание проходило за закрытыми дверями. Чем закончится этот скандал, сказать сложно, но эксперты не исключают, что главному разведчику страны придется уйти в отставку. Или доказать, что все обвинения в адрес его ведомства безосновательны. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Еще как минимум два крупных скандала вас ждут в нашем международном обзоре. Как вам, например, новость о том, что родственники президента Венесуэлы приторговывали кокаином. Также узнаете, почему Платини больше не светит пост президента ФИФА. Прошу. Все новости далее в нашем международном дайджесте. Отстраненный глава УЕФА Мишель Платини не попал в список кандидатов на должность президента ФИФА. Нет там и действующего главы организации Йозефа Блаттера. Всего в списке пять человек. Среди прочих, ярданский принц Аль-Хусейн и вице-президент ФИФА Аль-Халифа. Выборы президента ассоциации назначены на февраль 2016-го. По словам футбольных чиновников, Платини еще может быть допущен к выборам, если с него снимут подозрения в коррупции. Родственники венесуэльского президента попались на контрабанде наркотиков. Двое племянников, жены Николаса Мадуро, попытались провести 800 килограммов кокаина в США. Задержали их в аэропорту Гаити, куда они прибыли на частном самолете. Задержанные имеют дипломатические паспорта, однако у них нет дипломатической неприкосновенности. Уже сегодня над ними начнется суд в Нью-Йорке. Самый большой в мире телескоп начали строить в чилийской пустыне Атакама. Гигантский прибор позволит получить изображение в 10 раз четче, чем ныне доступные. Диаметр главного зеркала, разделенного на 7 сегментов, составит более 25 метров. А защищать телескоп будет купол высотой с 22-этажный дом. Ученые надеются, что новинка поможет им исследовать черные дыры и небесные тела, расположенные за пределами Солнечной системы. Телескоп начнет работать в 2021 году. Голубой бриллиант ушел с молотка за рекордную сумму – 48,5 миллионов долларов. Такие деньги еще не выкладывали ни за одну драгоценность. Торги аукционного дома «Сотбис» прошли в Швейцарии. Камень назвали «Голубая луна». Он имеет идеальную форму и вес более 12 каратов. Купил бриллиант коллекционер из Гонконга, пожелавший остаться неизвестным. Бульдог-скейтбордист из Перу попал в Книгу рекордов Гиннесса. Пес по имени Отто смог без чьей-либо помощи проехать на скейте между ногами 30 человек, которые выстроились друг за другом и при этом никого не задел. Теперь любители подобных зрелищ гадают, сможет ли Отто затмить своего популярного предшественника – пса-скейтбордиста Тилмана, который недавно скончался в США. Чудеса на канате. Американка Вера Дикий прошла на каблуках по канату на высоте 840 метров. Рискованную прогулку девушка совершила во время фестиваля «Женщин-канатоходцев» в Рио-де-Жанейро. Дикий уверенно прошла в своих ярко-розовых туфельках между двумя скалами в районе Педро-де-Гавея. К канату прикрепила себя страховочным тросом. Строить Европу в Африке. Второй день политики Старого Света и их африканские коллеги на Мальте решают, как быть с мигрантами. До чего додумались лидеры двух континентов для спасения одного шенгена? Подробнее София Гордиенко. История мира – это история миграции, не менее массовых, чем сегодня. Но если Америку и Австралию люди покоряли, не требуя особых благ, то сегодня все поменялось. Гостям надо предоставить и кровь, и дом, и пропитание. Они все это могут, но и не все хотят. Саммит на Мальте открылся с такой помпой, как будто это церемония вручения Оскара. Дамы и господа, эта встреча уникальна. Она собрала вместе лидеров Европы и Африки для обсуждения миграции. Два дня, пока журналисты загорали под мальтийским солнцем, президенты и премьеры в подземельях оборонного замка Валетта решали, как сдержать миграционные потоки. В длинном зале напротив лидеров Европы 33 представителя африканских стран. После нескольких часов заседания удалось договориться о сотрудничестве по главным пунктам. Мы проведем расследование организации и путей незаконной миграции в качестве пилотного проекта, а также облегчим процедуру возвращения мигрантов и создадим трастовый фонд в полтора миллиарда евро. ЕС за свой счет обещает лучшее будущее самой Африки. Строительство школ, университетов, программы обмена студентами. Надо сказать, что африканские гости после заседания признались, они рассчитывали на другие действия Старой Европы. Думаю, надо просто открыть легальные пути для миграции. Это важно и это самое главное. Открыть легальные пути значит увеличить поток беженцев, пока на север едут и плывут те, кто материально может себе это позволить. То есть миллион двести тысяч только в этом году. Лидеры ЕС уже во всеуслышании заявляют, миграция угрожает Шенгену, а значит в некоторой мере и самой идеей объединенной свободной Европы. Поэтому главы стран ЕС готовы за свои деньги строить Европу в Африке. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности. Телеканал Интер. Вот вы и узнали главные новости этого дня. Спасибо, что смотрели подробности. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова